Получается, так и делают. Пройдет 5-6 лет, будет совершенно другой уровень квалификации людей, работающих в технопарках, и у экспертов, оценивающих заявки. Дело не в этом, потому что вы находитесь на стадии, когда вам сыпь, нужно говорить сейчас, как капитал. Вот Саша сидит, я тут сижу. Тут сидит масса людей, которые инвестируют деньги в проекты или в компании, как ваши. Зачем вам идти к государственным чиновникам? Время тратит. Но, смотрите, получается же огромнейший раскол между прорывными инновационными идеями и государственной поддержкой. То есть у нас есть за днем... На самом деле, раскол-то не огромнейший, но ниша определилась. Есть нестандартные проекты, которые не очень понятны экспертом, но они успешны. Мне кажется, что нам надо задуматься, и, может быть, в федеральном объекте, может быть, вместе с министерством связи, создать один инновационный центр именно для нестандартных проектов. Хорошо, коллеги, походите. Давайте на этой нестандартной, если что, в истории, в стране идиотов, но с счастливым концом, и по-прежнему плохими дорогами, будем надеяться, что через 5-6 лет у нас появится нормальный институт развития, компетентные люди и в технопарках, и на госслужбе, и так далее. Люди будут заинтересованы, мотивированы, в том числе и финансово, и увидят, что это случается здесь. Да, компетентные там лежи, я... Это не ваша сторона, да. Коллеги, спасибо большое. Давайте поблагодарим наших спикеров. А вас просят не расходиться, потому что сейчас мы увидим новых инноваторов, которые получат варакинскую премию. Оставайтесь с нами. Александр, пожалуйста, я прошу вас на минутах остаться. А вас, коллеги, пожалуйста, уходите или занимайте места в зале. Я просто буду виски взборокить... Я еще давно не видел, чтобы вы погоняли вот так вот федерального министра, несколько частных инвесторов, и так далее. Ну хорошо. Ну простите, пожалуйста. На другой стороне после послания из Нагиа. Да, все становится более жестким и более таким фейсексируем в науты. Скажите, сегодня день был достаточно напряжен, а вот здесь целый день... Только не у меня. Только не у меня. Я просто второе поздравляю, где-то четыре сестра. Четыре сестра. Что за окомнилось больше всего? Ну атмосфера правильная. Атмосфера правильная, правильный микс и в общем довольно редкое сочетание, когда люди высокого уровня очень доступные. Это естественно для вот этой вот экосистемы, кинфицированных металлов, хай-теки и так далее. Но вот здесь получается довольно здорово. Хочется, чтобы это было в таком случае. Саша, а скажи, вот так честно, я взяла, вот у меня к вам вопрос, коллеги, будут реальные результаты после сегодняшнего мероприятия, после договорно осыщенного момента? Хочется посмотреть в глаза собравшихся и взять в них, честное слово, что будут. Ну вот, если верите на то, что мы сегодня слышим, то все-таки какое движение в плане эффективности государственной истории в поддержке всего этого, оно будет происходить. Действительно денег очень много, а проектов очень мало, как говорят абсолютно все. Поэтому давайте уже хриотить, в принципе, проекты и так далее. И несите, а они везли в комнату. Отлично. У нас уже почти до этого сцена. Саша, спасибо вам, Англоне. А вот те самые интересные, фиатерные проекты, наверное, самые интересные проекты. Мы сейчас и услышим их, не забыть. Это был полурят из Барыковской премии. Так что, Александр, спасибо вам большое. А я, наверное, пройду на сцену, практически уже все готово, и мы приступим к официальной церемонии.